У Альбины Рамазановой ДЦП средней степени тяжести. В конном клубе «Серебряная копытца» девочка проходила курс ипотерапии. Посетила всего несколько занятий, но эффект уже заметен. Она хоть осанку стала держать, сидит уже на лошади более-менее прилично. А то ведь она на табуретке не могла сидеть. Татьяна Косицына занимается лошадьми уже два десятилетия. Конный клуб организовала семь лет назад. За это время здесь выросло целое поколение молодых наездников. Но, похоже, скоро занятия придется прекратить. Соседи против. Навоз этот, эти мухи в летний период и зимой запахи, а летом вообще здесь не продохнуть. От этого и мыши, и крысы здесь бегают, и все что угодно. В частном секторе немало и коровников, и свинарников. Многих животных здесь держат. Никто никогда не жалуется, что от других животных пахнет. Но, возможно, запах только предлог, а истинная причина конфликта в другом. Соседи Татьяны считают, помещения для лошадей возведены с нарушением градостроительных норм. Мол, строения на смежных земельных участках должны находиться друг от друга на большем расстоянии. Да, мы построили с отступом полметра. Причем у вас не ровно стоит гараж. То есть там у нас 70 сантиметров в конце, а здесь 30. Татьяна утверждает, соседи тоже нарушили эту норму, построив гараж впритык к ее участку. Отступ 3 метра от границы со смежными земельными участками. Это требование указано в разрешении на реконструкцию. Собственниками спорного объекта осуществляется реконструкция за пределами допустимой площади застройки. По словам руководителя Серебряного копытца, возвести спорное строение вопреки букве закона клуб был просто вынужден. Землю с левадами, которые находились недалеко от фермы, выкупил бизнес. Для занятий ипотерапии пришлось выкроить место на самом участке. Татьяна говорит, если этого помещения не будет, не будет и занятий. Конюшню придется распродавать. Всего в хозяйстве Татьяны 5 лошадей. У каждой из них темперамент, подходящий только для работы с детьми. То есть если конюшню прикроют, то для конного спорта эти лошадки точно не подойдут. Это такое животное, это самое умное животное, самое красивое. Мы их действительно любим, мы ими восхищаемся. И подробностей сейчас нет. То есть просто все конюшни даже частные, не все переполнены. Куда лошади пойдут? Сегодня суд принял решение о сносе постройки. Впрочем, Татьяна Косицына рук не опускает и готовит встречный иск. Екатерина Леонова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.